Диана не с Ромашовым, я ни с кем не дралась, все хорошо, с кем Ромашов, он сам по себе, но ему нравится, ему нравится всем, он просто хочет в Москву, поэтому просто играет. У вас был кекс? Волшебство было с Ромашовым? Конечно же не было. В эфире покажут все равно. Камеры не сняли, не сняли. Да, только ты утром сказала, что у вас все было, это было прекрасно, Ромашовство. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Вкусно ли нас кормят? Диан, тебе нравится, как нас кормят? Нет. Ну блин, когда как, приедается, на самом деле. Ну, если сравнивать, например, я жила в Таиланде, и в Таиланде намного вкуснее еда, а здесь обычная, она безвкусная какая-то, притерная. Вот. Кстати, только покушаю. Так что вот так вот. Бузова вчера красивая, да была? Да. Потому что я не сразу в Таиланд поехала жить. Я сначала поехала жить во Вьетнам, но в 2014-м я отдыхала в Таиланде, и, ну, я решила остаться там, потому что Таиланд, ну, я много где вообще путешествия, много стран объездила, но Таиланд самая лучшая страна для жизни. кто Босс Дома-2, без понятия. Как ты там, привыклась? Да, привыклась, всё хорошо. Да, я вообще быстро привыкаю, я коммуникальный сайт. Кто Босс Дома-2, вы можете в Гугле вести и прочитать. Сразу понятно, какая твоя любимая песня или видос в институте. Да это новый трек-басты просто. Привет. Потому что я не хочу, я привыкла жить на острове. Я пошла в комнату, тут, 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 тут связь пропадёт на минуту. Я уже три года, сейчас, мой папа, Родители в Киеве, но они должны были прилететь в октябре, но из-за коронавируса не прилетели, ну, не прилетят. В Таиланде более, кстати, прикольный климат, там хочется не кушать, ничего. ты там худеешь быстро, а тут, наоборот, жрать хочется как не в себя. Родители в Киеве, но я летом к ним обычно в нормальное время прилетаю. Скучно, очень скучно. в Киеве, но благодаря тому, что у нас там всякие конкурсы есть, начинаются веселее. парней не хватает на острове. Ну, кстати, вообще, девчонок до сюда, парни нифига. Да, если бы нужны новые парни. в Киеве, но я смотрела проект с самого первого дня, вот, и поэтому была такая мечта, и когда это все случайно, я в Таиланде смотрела, два особо, и тут решила посмотреть, начать смотреть, захожу там, предлагаю там какие-то заполнить. Ну, я чисто по фану ее заполнила. Меня давно звали, надо было. Ты знала, барышев гей. Без понятия. За Харешом. Ну, за Харешом как мы уладили. Я при своем мнении осталась, но я подошла, просто извинилась за оскорбление. Он в ответ за свои оскорбления не извинился, но я сказала два, держать нейтралитет и все. Ну, мне не, мне нечего с ним делить, поэтому, поэтому вот так. Онлайн. Кастинг проходит онлайн. Онлайн видео связи. Оскорбление. Если вы интересна личность, вас будет сразу заметно. Да, в магазинце есть. У меня пудровая, да, напыление. Думаешь, они отпустят? Да, отпустят. Пудровое напыление, но у меня уже, наверное, там раз в 10 татуаж сделан. Я хочу удалять, но это не сейчас. Мне не нравятся мои брови. Я хочу вот так вот. Вот как-то вот так. Спасибо, да, характер у меня с детства такой. Бэлла. Я на такие вопросы не отвечаю. Глазная бэлла. Глазная бэлла. Светлая бэлла. Глазная бэлла. Фрис. Светлая бэлла. Ну, как сделать? Глазная бэлла. Глазная бэлла. Светлая бэлла. Другая бэлла. Но он в отношениях с Крис, и для меня, я думаю, он будет, ну, ему нужна такая более мягкая женщина, а я очень сильная дама. На проекте, ну, как в отношениях все ведет, мне нравится Никита Уманский, но он тоже занят, и Рома Капаклы мне нравится. Ну, это как для меня идеал, Рома Капаклы это идеал, но таких парней сейчас нет на проекте. Кто нравится на Остре? Никто уже не нравится. Лина, я на Доме-2, на Свешелах. Что у меня на голове? Что у Ромашова с Лейлой, у них очень откровенные сториз. Смотрела их сториз, Диан? Да, они такие про старые или про новые? Не знаю. А у Ромашова с Лейлой, как они говорят, что у них дружба. Ну, мы считаем, что у них не просто дружба. И что, что хочет идти. У них ребенок, у них семья. Я привела в пример Уманский и Капаклы, как то, как себя ведут мужчины в отношениях. Для меня идеал. Ну, Капаклы вообще идеал. Смотри. Смотри. Как думаешь, у Лейлы и Ромашова будет волшебство на вход? Если вы спрашиваете чисто мое мнение, я думаю, что будет. Но даже если будет, они обыдно не скажут. О, Ира, хорошего тебе полета. Расскажи немного о своем бизнесе, как начинала. Начинала я вообще очень странно. У меня закончились деньги, у меня не было ни копейки. Должена пожрать. И я села на байк, начала ездить по виллам. Делать вид, что я клиент. Смотреть вилла. В конце говорить. И мне хозяева говорили сумму, которую я им должна отдавать. А сверху я уже накидывала свой процент. Вот так и началось. Началось с одной виллы. С 5, потом 10, 15, 20, там 55 уже. Мы с Лилой вообще внешне не похожи. Абсолютно разные. Как вы все пишите в комментариях. У меня кривой нос большой. Но мне он нравится. Мне вообще все устраивает себя. Так что вот так вот. Бизнес никогда не начинается с того, что все легко и просто. Всегда сначала ты должен пройти какие-то сложности. Хорошо. Как думаешь, Ромашов и Белая будут вместе? Думаю, что нет. Думаю, что нет. Я думаю, что у Жени еще есть к ней чувства, но вместе они уже не будут. У меня не сделаны губы. Вернее, у меня сделаны были давным-давно. Но там было 0,5. Это было очень давно, и думаю, что там уже нету ничего. У меня от природы большие губы. У меня родители большие губы. Губы. Спасибо большое. Я тоже так считаю. Я просто натуральная, а все хотят переделать носы, губы, глаза. Вот так натянуть. У меня единственное, что сделано, это в лоб, в колон-ботокс, потому что у меня очень гиперактивная мимика лица. Как оказалось в Таиланде, почему Тай? Я всегда мечтала жить, где постоянное лето. Я улетела с Киева во Вьетнам. Пожила во Вьетнаме, мне там не понравилось. Ну, как бы понравилось, но заработать там больших денег было нереально. И я полетела в Тай. Работала сначала там на аренде тачек, потом улетела в Киев на лето, вернулась с Киева. И вот нам уже рассказывала, как я начала открывать свой бизнес. Ромашов сейчас ни с кем. Привет, Лёш. Спасибо большое, спасибо. Как поправиться? Если ты хочешь поправиться, чтобы это были, как тебе сказать, чтобы это правильный вес приходил, то тебе нужно есть побольше белков и сложных углеводов. Но я вообще не фитнес-тренер, это лучше задавайте такие вопросы Купин и Лёше. У меня наоборот была проблема, я похудела на 22 килограмма, я толстая была раньше. Да, родом я из Украины. Родилась я в городе Луганске, потом переехала в Киев, жила 4 года в Киеве, и потом во Вьетнаме полгода и 2,5 года в Таиланде. Спасибо. В каких странах поправила? Да, я очень много стран объездила. У меня на ноге набит флаг Амстердама, я была в Амстердаме, на Кипре, Турция, Бали, Вьетнам, Малайзия, Таиланд, Шри-Ланка, Индия, Гуа. Да блин, я все не вспомню. Там очень много. У меня уже второй паспорт заканчивается через три страницы. Привет. Антон приедет. Да, нормально. Почему? Как раз хорошая пропорция, метр 64 и 45 килограмм. Главное, чтобы тебе было комфортно. Я считаю, что это нам общество навязывает какие-то предрассудки, как люди должны выглядеть. У всех разная структура тела. Кто-то маленький, худенький, кто-то... Например, я считаю себя сочной. И кто бы мне что ни говорил, я считаю, что мне больше худеть не надо. Может быть, ну, поддерживать форму, там, спортзалом и боксом. Ну, просто боксом здесь лень заниматься. График не тот. Я в Таиланде занимаюсь боксом рано утром. А здесь не высыпаешься. Привет, Никита. Привет, другая. Спасибо большое. Давай, набирайся, я спать не буду. Или на съемках. Привет. Комплексы из-за роста у меня были в начальной школе, наверное. Там было из-за роста, из-за веса. Но у меня такие родители, что они всегда меня поддерживали, говорили, что я самая красивая. Поэтому я смогла похудеть и побороться с комплексом. Но в школе были за то, что я была самая высокая девочка в классе. Только из-за этого. А сейчас, наоборот, я радостный рост. Это, знаете, как порода. Сейчас плохо с питанием. В Таиланде у меня все отлично с питанием. А здесь много жареного. Сладкого хочется здесь. Да, я жила во Вьетнаме полгода. Фигура у Крис и Кристины. Ну, обычная, стандартная. Кого мне нравится фигура, например, Лиза Трианде Фелити, которая тут была. Вот, эта фигура мне нравится. Ну, я нейтрально отношусь к фигуре Крис и Кристины. Привет. Ребят, я не принимаю заявки на видео. Конфликты. С девочками и с некоторыми есть. Да, они худенькие очень. С кем у меня конфликты были? Да, с Лейлой был конфликт. Ну, у каждого есть свои фанаты и свои антифанаты. Конфликты происходят из-за того, что мы просто разные люди. И когда люди разные, они пытаются навязывать своё мнение почему-то. Да, видела, как я его попала в воскресенье. Ну, я вживую не видела, потому что я туда спала. Я пошла раньше всех спать, поэтому их конфликт не видела. Я только видела, когда Диана уже ко мне. То пусть отзывается обо мне, как хочет. Вы знаете, цепляет, когда люди отзываются... Когда люди отзываются негативно, и человек обижается на это, когда у него реально... Ну, о нём правду говорят. Я не считаю, чтобы мне говорят правду. Хотела бы ли когда-нибудь встретиться со своими подписчиками? Ну, такого желания нет. Чтобы я прям хотела, мечтала. Виллу пятикомнатную купить. Хотела бы. А то, чтобы мечтать о встрече с подписчиками? Такого нет. Но у меня, пока я жила в Тае, много раз было, когда... Когда мне писали подписчики о том, что хотят снять у меня именно виллу. И я им сдавала виллы. Катеря 24 минуты. Согласна полностью, согласна. Мы совсем с разных полочек. Если так можно сравнить. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Па. Па. Привет, привет. Брови мне не нравятся, мои брови. Ну, спасибо. Шалом, Винс. Манешма. Как вообще Дом 2, как ожидание и реальность? Да всё так же, как я и представляла. Всё хорошо, ребятам. Мне приятно, что вы все переживаете. Ну, после того, что я пережила в жизни, за всю свою жизнь и за свой опыт, то Дом 2 для меня это цветочки. Никаких сложностей. До свидания. До свидания. До свидания. остров был тухлым пока не пришли эффектные брюнетки ты кристина и крис спасибо большое надолго пока не знаешь думаю что ненадолго я и говорила есть бизнес который я не могу оставить надолго к сожалению ну как бы я могу и забросить все и забыть но если тяжело его добивалась того что я имею поэтому не хочу кажется этого делать нам находиться на острове показывать ездить виллу я занимаюсь недвижимостью планах еще у меня есть на бали то же самое начать делать просто я прилетела на проект пока пока туристов не начали пускать все равно делать нечего искать случайно будет и что-то слово на проект и и Так, ладно, ребят, я уже с вами полчаса разговариваю. Всем спасибо за вопросы, всем спасибо за эфир. Я посплю, наверное, пойду чьи-то 6-9 сплачет.